Первое, с чего начну, с нашей экологии. Наверное, вы все слышали, что она плохая. Ну ужас просто. Слышали ведь кто-нибудь? Говорил? Правильно. А сейчас я вас разочарую. Экология неплохая и даже нехорошая. Это наука. Ее нужно исследовать, развивать, но точно не обзывать. И еще один момент. Представьте, что вы такой, знаете, вальяжной походкой в растянутых штанах, майке-алкоголичке. Ну я понимаю, сейчас на меня смотря сложно, конечно, представить, но все-таки попробуйте. Вы носите мусор, пакет, знаете, такой большой, пакет с мусором. А знаете, я вас сейчас разочарую еще раз. Вы выносите не мусор, вы выносите отходы, которые в дальнейшем будут сортироваться и перерабатываться. Слышали еще, наверное, кое-что? Мамы, может быть, вам говорили. Мама у нас присутствует в зале, я как вижу. Ешь рыбу, в ней много фосфора. Кому-нибудь так говорили? Супер. Ну и еще одно, потому что правы наши мамы. Мамы наших надо слушать. Ну знаете, рыба полезна для мозга. Я вроде и селедку втирала в лоб, и ершак затылку прикладывала. Но не помогло нашему герою. А знаете почему? Может быть, не ту рыбу просто пробовали. Мне кажется, если попробовать карельскую форельку, то будет самое то. А теперь серьезно. В наше время, прежде всего, преобладают условия импортозамещения. К сожалению, мы живем в таких условиях. Хотя не к сожалению, я считаю, вполне и к радости. Необходимо развивать отечественную аквакультуру. Все средства у нас к этому есть. И ресурсы у нас тоже есть, и регионы у нас соответствующие есть. Единственное, что, говоря о нашей Карелии, не самые простые природно-климатические условия. И аппаратурное обеспечение в связи с этим внедрять довольно сложно, но можно. В настоящее время на территории Карелии применяется один из способов утилизации отходов. Их, к сожалению, разрешено мало. Это сжигание отходов. Безусловно, это, конечно, все прекрасно разрешено, но есть одно очень важное но. При сжигании отходов в атмосферу выбрасывается очень много различных соединений. А при повышенных их концентрациях могут наступить штрафные санкции со стороны проверяющих органов. Нашим предприятиям это невыгодно, мягко говоря. Это огромные риски для них. Они могут терпеть убытки. И поэтому стали думать о том, что же можно сделать еще, чтобы утилизировать отходы. И не только их утилизировать, чтобы они не образовывались более, но и пытаться как-то на этом заработать. А теперь вот, что еще вам скажу. Компостировать. Слышали такое слово? Мозги вы своим родителям, бабушкам, дедушкам компостировали? Ну, кто-нибудь? Ну, или слышали от кого-нибудь, от родственников? Ну, ты мне мозги компостируешь. Ну, вот видите. Ну, еще есть один момент, что раньше компостировали билеты в трамваях. Но компостировать мозги родственникам, оно как-то, знаете, сподручнее будет. А я вам расскажу о том, что можно компостировать не только мозги, но и отходы. Почему мы хотим компостировать наши отходы? Потому что, прежде всего, это наименее затратный метод. Он занимает наименьшие площади и не требует высокой квалификации сотрудников. Сам по себе процесс компостирования – это такой биологический процесс, который может протекать как в естественных условиях, так и может быть контролирован человеком. У этой технологии существуют различные параметры. Наиболее для нас, так скажем, показательные – это температура. Но также существует такие множество параметров, как pH, то есть кислотность нашей, соответственно, компостной массы. Помимо этого, само по себе состояние этих отходов, как агрегатная, так и вообще измельченность, ну и так далее. Так или иначе, мы можем контролировать это состояние, уменьшать, увеличивать количество образования отходов, подогревать нашу смесь для ускорения процесса. А также добавлять различные препараты и так далее, чтобы ускорять. Что предлагаем конкретно мы? Поскольку территории маленькие, климатические условия сложные, то на основании законодательства мы предлагаем следующее. Если совсем кратенько. Мы создаем нашу компостную яму, далее выкладываем слой глины, водонепроницаемый материал, чтобы, соответственно, не дай бог, при слое глини наши отходы так или иначе не попали в грунтовые воды, которые расположены близко. Дальше, соответственно, обваловываем немножко яму, то есть ямки-то, края у нее увеличиваем. Кроме того, мы засыпаем, соответственно, заливаем, соответственно, поскольку у нас довольно жидкие отходы, и добавляем природные материалы. Мы решили посмотреть, что же будет, если добавить природные материалы, например, такие как сфагнум, торф и так далее, которые доступны. И еще биопрепарат. Помимо того, что биопрепарат поможет нам, соответственно, ускорить процессы заревания компоста, он может помочь и еще кое о чем. Чуть позже расскажу. И у нас вуаля, крекс-пекс, и получается продукт, который можно не просто так или иначе использовать, то есть это у нас не просто продукт нашей переработки, но мы можем из этого делать деньги. То есть мы можем продавать наш компост и иметь с этого прибыль. Ну и еще один момент, который очень важен. Представьте себе, что вы проходите мимо мусорки, так называемой, в летний жаркий день. Что вы ощущаете? Думали когда-нибудь? А сейчас я вам покажу вот кого. Узнали Усейна Болта? Ну я как спортсменка могу сказать, что это рекордсмен в легкоатлетике, в беге на 100 метров. Но в этот момент, знаете, хочется перевоплотиться в этого Усейна Болта, и как можно быстрее убежать. Поэтому что мы применяем? Мы применяем биопрепарат. Этот биопрепарат не только ускоряет процесс компостирования, но и, соответственно, устраняет неприятные запахи. И наш компост пахнет, ну если уж не как майская роза, то вполне себе сносно. Спасибо за внимание. Очень круто. Спасибо. Большое спасибо. А теперь вопросы по традиции. Господа, кто готов быть первым? Пожалуйста. Ну же, ну же, ну же, ну же. Ну же, ну же. Все включено. Да, Екатерина, спасибо за интересную презентацию. На самом деле, с компостом встречаюсь всегда с этим словом. Это в обиходе моих родителей, когда приезжаю на дачу. У меня вопрос такой. Вы упомянули особые климатические условия Карелии, где вы, соответственно, предлагаете разрабатывать и утилизировать рыбные отходы. Пригоден ли конечный продукт в виде компоста для всех регионов России? Допустим, для такого сложного региона, как Якутия. Да, сам по себе продукт. Главное, чтобы было где сеять. То есть главное, да, чтобы было пространство, соответственно, где его использовать. А так, конечно, он пригоден. Он богат фосфором и, соответственно, создает необходимые условия для того, чтобы наши, так скажем, плоды, все остальное всходило за счет этого. То есть особенности почвы здесь важны? Нет, у нас почему, самое главное, почему я говорила об особенных климатических условиях Карелии, просто потому что в связи с условиями, там, близкое залегание грунтовых вод, мерзлота и так далее, есть особенно, ну, главное, что прежде всего это залегание грунтовых вод, есть особенно нормативные, соответственно, там, как документы, так и правила, которые это регулируют, чтобы наши отходы так или иначе не попали в грунтовые воды и, соответственно, не загрязняли наши, соответственно, подземные воды. Большое спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы. Вопросы, господа, не стесняемся. Поддержим друг друга. Добрый день, спасибо большое. А при вот этом процессе переработки отходов, они, отходы собираются одного вида или разные? То есть как это, их надо отсортировать или все в одну яму? Ну, у нас рыбные отходы, это прежде всего все органическое, это все органические отходы, и они собираются, соответственно, в одну яму, да. Спасибо большое. Вопрос отлично. Вопрос, пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте. У меня концептуально такой вопрос, вот сижу, очень сильно волнует. А в чем сходства и различия природы компостирования отходов, компостирования билетов и компостирования мозгов? Общая природа, да, в чем? Природа, как мы говорим, правовая природа. А, поняла. Почему это все компостирование-то? Так скажем, разложение идет. Ну, слава богу, мозги у нас не разлагаются, когда нам кто-то что-то говорит, но, видимо, мы немножко это ощущаем, что немножечко что-то начинает происходить под воздействием различных слов или так далее. То же самое и с отходами. Отходы под воздействием времени и различных внешних факторов начинают так или иначе разлагаться. Ну, хочешь надеяться, что мозг наш никогда не разложится, мы с вами сильные, стойкие, поэтому... А так природа одна и та же. Согласна с вами. Спасибо большое, Екатерина. Поаплодируем громкие аплодисменты. Не стесняемся. Ну что, Даниил, мы продолжаем. Екатерина, большое спасибо. Спасибо.